Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Джедима, канала Моликоседе, также об умном шопинге. Я часто говорю, что мои зрители зачастую понимают и знают определенные вещи лучше, чем я. Я всегда очень рада, благодарна всем комментариям, которые оставляются, потому что, повторю, считаю, что YouTube – это поисковик, а поисковик ведет вас к блогу, который интересен вам, который вам приятен, прежде всего той темой, которая освещается. Поэтому, пожалуйста, я очень рада любым комментариям, большое спасибо. Одна моя зрительница с красивым именем Майя заметила, что у меня очень много блокнотов. Действительно, она меня опередила. Блокноты войдут, скажем так, в тот список вещей, которые меня захламляют. И это очень интересно, потому что это явный пример того, как много вещей создают нам неудобства. Если бы у меня был только один блокнот, который, конечно же, мне пришлось бы искать по всей квартире, где я там его оставила, скорее всего, я бы выработала себе привычку, что взяла «клади на место», и, соответственно, только в этом месте я бы искала свой блокнот. Но также это приводит к такому простому неудобству, что свои мысли я записываю в разных блокнотах. Иногда к одному видео у меня мысли в разных блокнотах, и я не могу вам передать, как это неудобно. Искать по страницам, все страницы исписаны примерно одинаково хаотично, соответственно, вот эта подготовка к видео, она, в общем-то, скажем так, растягивается, соответственно. Это очень-очень явный пример в духе минимализма, когда одна вещь – это гораздо удобнее и гораздо комфортнее, чем много вещей. И забыла, о чем я хотела сказать сегодня. А тема сегодняшнего видео – что я не покупаю. Снова список вещей, которые не конкретны, хотя с конкретными примерами все это будет, но, скажем так, это общие характеристики вещей, которые я не покупаю. Так, я не покупаю те вещи, те предметы, которые могут улучшить мое здоровье. По той простой причине, что я поняла, что то, что может улучшить мое здоровье, мне должен назначить доктор. Более того, что все то, что может улучшить мое здоровье, оно, как правило, не продается вот так свободно в аптеке, даже по рецепту в аптеке, как правило, это какие-то специальные приборы, установки и так далее, которые ты должен посещать и которые должен выполнять, прежде всего, человек, который имеет образование в этой сфере. Я говорю о каких-то элементарных физиопроцедурах, которые зачастую говорится, что можно сделать дома. Очень часто все это достаточно небезопасно, нужно очень хорошо читать инструкцию, противопоказания и так далее, и так далее. Поэтому, в общем-то, эта категория различных массажеров, различных щеток, щеток, забыла название, электротоками, различных вещей, которыми можно делать в физию какие-то процедуры, чтобы не посещать специально врача, я не покупаю. Но прежде всего, если мне не пропишет доктор, конечно, если он мне скажет, вот есть такая установка, и она тебе поможет, я, скорее всего, к ней присмотрюсь. Но раньше, кстати, я была с человеком, который на самом деле считал, что прямо-таки спасение утопающих, это дело рук самих утопающих во всем. У меня еще проблемы не было, я уже знала примерно, как ее можно решить. И, соответственно, вот у меня было много таких гаджетов, массажеров и так далее, и так далее, которые я сама покупала. В эту характеристику, под эту характеристику, также попадают, ну, конечно же, различные бады. Я думаю, что любая женщина, любая женщина, также женщина с постсоветского пространства, когда мы жили в неком дефиците не только всех этих вещей, но также информации об этих вещах, как только все это хлынуло на наш рынок, также благодаря очень многим сайтам, которые русифицировались, потому что, ну, русско, скажем так, русскоязычный рынок, это огромный рынок, где можно делать мегаприбыль. Я не буду называть сайт, но я видела его в русскоязычной версии и видела его, скажем так, в версии италоязычной. Я могу сказать, что там цены отличаются на русскоязычной версии, но в полтора раза это совершенно точно. Там заложены риски курсов, заложены потери на курсовой разнице, там заложено, наверное, столько. Ну и, в общем-то, за все это платит, конечно же, потребитель, который из России заказывает себе определенные бады, определенные витаминки и так далее. И, соответственно, это все теперь тоже не попадает ко мне, я это все не покупаю, просто потому что я поняла, что то, что мне нужно, мне должен назначить не просто доктор, а на основе моих анализов. Заниматься самолечением зачастую это просто выброс своих собственных денег, своего собственного времени, ну и также это может быть, скажем так, небезопасно. Поэтому категория вещей для, скажем так, улучшения моего здоровья без назначения врача, это те вещи, которые я не покупаю, которые в мой дом не попадают. В недавнем своем видео про одежду я сказала, что я не покупаю трендовую одежду, здесь я останавливаться не буду, но действительно, я не покупаю тренды, но тренды бывают не только в том, что касается одежды. Я привела пример с пальто, знаменитым пальто Максмара, который я не смогла носить, когда купила, когда оно было трендовое. Сейчас, в общем-то, ну примерно 5 лет спустя я его надеваю, достаточно неплохо ношу, но это как раз-таки тот пример трендовой одежды, которую мы покупаем на волне того, что это классно, здорово, популярно и так далее. И, возможно, многие в этом окажутся, а ты будешь самая первая. Это как раз-таки пример того, что, в общем-то, ну потом может, ну совершенно не прижиться. И мне на самом деле повезло, что мое пальто обрело, скажем так, вторую волну популярности, потому что, если нет, я даже не уверена, что я смогла бы это пальто использовать и носить. Но также есть другие тренды, например, я поддалась на тренд Olaplex, я рассказывала про этот продукт, в принципе, сейчас он меня, скажем так, удовлетворяет и радует. Я даже взяла его с собой на море, но ни разу еще не использовала, потому что здесь на море я перешла на совершенно натуральные продукты и считаю, что что кожа, что волосам нужно давать, скажем так, вот такой период абсолютного детокса. Я в это верю. А там уж как знаю, а там уж как получится, что называется. Но вот Olaplex в свое время это был тренд, тренд, тренд. Информации на русскоязычном гугле практически не было. Мне приходилось искать информацию на американоязычном ютубе в том числе, где, в общем-то, этот продукт расхваливали. И хвалили так, что, ну, вы просто себе представить не можете. Я купила этот продукт за баснословные деньги, мне кажется, грамм золота стоил дешевле, чем грамм этого продукта, который, в общем-то, не оправдал, ну, конечно же, он не оправдал своей надежды. Теперь, кстати, благодаря именно этому случаю я понимаю, насколько сильно действует на нас, скажем так, усиленная, направленная реклама, когда производитель того или иного продукта, ну, который не обладает каким-то супер-супер качествами, потому что если продукт обладает супер качествами, он в итоге сам себя будет продавать, потому что, ну, сарафанное радио – это самая эффективная реклама. Так вот, когда есть такая бомбированная реклама, я ее, кстати, часто встречаю на русскоязычном ютубе, у блогеров, которые обозревают, делают модные обзоры, когда вот какой-то бренд, он хочет завоевать русский рынок, либо приподнять свою популярность, что называется, на русском рынке, то, в общем-то, начинается обсуждение всеми блогерами одного пальто, либо одного бренда, и все рекомендуют вот с этого сайта. Это как раз-таки то, на что я теперь обращаю внимание, благодаря случаю с Олоплекс, потому что вот на Олоплекс была такая же реклама, скажем так, такой же промоушен, такое же продвижение у очень-очень многих блогеров, и, соответственно, я поддалась вот такой рекламе, больше, я надеюсь, этого в моей жизни не произойдет. Новые разработки – еще одна категория товаров, о котором я теперь присматриваюсь, но очень внимательно, скорее всего, ничего не куплю. К новым разработкам я, например, отношу, как было в моем случае, кто смотрит мой канал уже примерно год знает, что в прошлом году я очень хотела себе беспроводные наушники, и хотела я их по одной единственной причине – для того, чтобы записывать лучше звук со своего, получается, со своего айфона. То есть суть в том, что если у тебя есть проводные наушники, ты втыкаешь их в разъем, в ухо оставляешь наушник, а здесь гарнитура микрофона, ты вообще-то на нее записываешь, и звук получается действительно несколько лучше. В моем случае проблема была в том, что волосы, задевался микрофон, и на монтаже ты уже видишь, что ты отсняла 15 минут видео, смонтируешь, допустим, 10, но все эти 10 минут не подходят, потому что периодически задевает микрофон волосы. Соответственно, я отказалась от записи под микрофон, точно так же я отказалась от записи через петличку, потому что, ну, вот бывает, пошевелишься или как-то так руками размахиваешь во время видео, и тоже бывают помехи на звук. Соответственно, я очень хотела себе беспроводные наушники, потому что я понимала, что это, ну, скорее всего, не будет создавать никакие помехи. И я отказалась от этой покупки просто по тому факту, что у меня было очень много проводных наушников. Я рассказывала, что я не решусь их выбросить, и получится классическая ситуация. Не выброшу, и будут они где-то лежать и захламлять мне дом, потому что, повторюсь, на тот момент у меня было, если не ошибаюсь, 8 проводных наушников. Я смогла с трудом от этой покупки отказаться. Несколько раз цитировала, что я с трудом от нее отказалась. Сейчас, каково было мое удивление, примерно через полгода я узнала, что с этих наушников нельзя записывать звук. Это как раз-таки было удивление для многих, кто делал обзор на эти наушники. Но да, Apple предусмотрела такую интересную вещь, либо неинтересную вещь, мы теперь не знаем, это доработка, либо недоработка, когда, в общем-то, с этих наушников нельзя записывать звук. С этими наушниками звук записывается через внешние микрофоны устройства, к которому оно подсоединяется. Поэтому я могла оказаться человеком, который, скажем так, очень хотел вот эту технологичную вещь, мега-супер-популярную, но который в итоге бы купил ее, но не смог рассчитывать на те функции, на которые изначально рассчитывал. Теперь, когда выходит какая-то технологичная вещь, я всегда жду обзоры людей, которые разбираются в этом лучше. Вот на самом деле. И по собственному примеру могу сказать, например, по собственному примеру, например, я скажу вам о своем пылесосе Philips Aqua Trio Pro. Когда я купила свой первый пылесос, я была поражена эффектом, мне он очень помогал, у меня были маленькие дети, и возиться с пылесосом и с тряпкой было, ну, просто невозможно. Этот гаджет выручал меня, и моему разочарованию не было предела, когда он у меня сломался, я отвезла его по гарантии, по гарантии в Италии все делается достаточно медленно. И пока мой прекрасный пылесос был в ремонте, я купила себе еще один пылесос, и выбирая модель, я увидела новый, что выпустили новую модель. И каково было мое удивление, что новая модель, она не отличалась ничем, кроме как цветом пластики, в которой был сделан этот новый пылесос-швабра. То есть все остальные характеристики, шумовые характеристики, длина провода, мощность мотора и так далее, и так далее, они все были совершенно идентичными. И вот этот, опять-таки, пример был для меня той ситуацией, когда я теперь очень тщательно сравниваю характеристики, которые производитель, к счастью, обязан указывать при продаже. То есть на любой этикетке, в общем-то, в любом интернет-магазине все эти характеристики можно обозреть и сравнить. Даже если вы не обладаете специальными знаниями, то, в общем-то, вам хватит того, что вы просто сможете сравнить мощность мотора, длину провода и так далее, и так далее. То есть характеристики, которые не требуют, на самом деле, от нас какого-то потребительского образования специального. И примерно такая же ситуация у меня возникла с беспроводным пылесосом Dyson. Я тоже очень хотела себе беспроводной пылесос Dyson и не купила его просто потому, что у меня своих два проводных пылесоса Dyson. Я все ждала, 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 пока они сломаются. Пока я не стала отслеживать эту ситуацию, не поняла, что люди, которые делают свои отзывы, делают их совершенно объективно, прежде всего на Амазоне очень хорошая база тех людей, которые отзывают, точнее не база, а база отзывов, потому что люди действительно могут написать любой отзыв, и если он не содержит каких-то оскорблений, каких-то обвинений и так далее, то общество Амазон публикует тут действительно любые отзывы, что негативные, что позитивные. Так вот, я встретила такое мнение, оно очень распространено, что, конечно же, сила батареи, она уменьшается, и, ну и, конечно же, опять же, на длительную уборку, мощную уборку влияет тот факт, проводной это пылесос, либо беспроводной пылесос. В итоге, идею купить беспроводной пылесос, только когда он появился, как я помню, я так хотела себе беспроводной пылесос, мне казалось, это так удобно, прежде всего, потому что у меня есть лестница в доме, и, конечно же, тащить за собой еще провод, и сам громоздкий пылесос, это очень-очень неудобно, а пылесос швабры беспроводной, это было бы просто, ну, супер мое. в моем случае я поняла, что от этой покупки я также смогу отказаться. Поэтому вот такая категория вещей, к которой я отношусь либо очень-очень внимательно, либо вообще не покупаю. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.